Всем привет! Сегодня я занимаюсь опустошением бочек, которые я заправлял год назад, прошлой осенью. Сейчас они будут только мне мешаться, поэтому я склеваю с них все и поставлю в угол одну бочку, которую мы вместе с вами заправляли, с которой будем экспериментировать дальше. Сейчас я откручу их и посмотрим, что у нас там получилось за год. Газ уже все равно еще выделяться продолжает, конечно, но мне сейчас смешаются эти бочки. Откручиваю оба отвертки. Гляну в этом углодах, то есть, как закрутил. Вот одно отвертки я готово. Сейчас буду откручивать здесь. Вот и второе тоже готово. Открутил я оба отверстия, открыл для того, чтобы легче было склевать. Туда будет попадать воздух, а с большого отверстия будет выливаться удобрение. Некоторые спрашивают, можно ли сделать кран внизу, дабы не корячить эту бочку, не мучаться. Это, ну, конечно же, можно. Единственное, только смысла нету. Если кран ставить вниз, он должен быть большой. То есть, на одну, вторую или три четверти его явно будет не хватать. А такие краны с таким диаметром большим, они будут стоить более тысячи рублей. И тратить такие большие деньги на экспериментальные маленькие установки я не вижу смысла. То есть, если для газовой плиты вам потребуется шесть бочек, и вы заплатите тысяч семь только на нижние краны, еще нужны верхние краны, муфты, различные заглушки, футерки и прочее, шланги, то емкости эти бочки будут золотыми. Проще за эти деньги купить нормальную емкость одну, и в ней уже делать один кран внизу и один вверху. Поэтому я не трачусь сейчас на бочки, так как я не собираюсь бочки использовать в дальнейшем. Они нужны лишь только для экспериментов, и поэтому мне не представляет труда один раз в полгода в год перевернуть бочку и просто слить оттуда удобрение. Сливаю я методом наклонения бочку, подставляю ведро, наклоняю бочку и сливаю. Как только она уже будет плохо сливаться, я подкладываю сюда какой-либо пенек, чтобы получились как качели, и она до конца легко сливается дальше. Печь. Желательно наклонять потихоньку, дабы оператор остался жив. Нет, точнее я остался жив, а то меня оператор убьёт. Это вернее было сказано. Вот такое... Сейчас, чем бы его показать. Вот такое удобрение получается. Как на нефтезаводе. Да. Оно имеет чёрный цвет. Вот. Удобрение это очень качественное. Вот такая жидкая консистенция. Практически всё переработалось. Там внизу будет немножечко погуще. Но в основном вот такая консистенция получилась. Данное удобрение имеет свой какой-то специфический запах. Пишут, что запах этот имеет, напоминает запах печёного хлеба. Неоднозначно так можно сказать. Но, по крайней мере, не пахнет помётом. Не пахнет прямо... Ну, он имеет свой какой-то специфический такой запах. Ну, не отвратительный такой, а какой-то свой интересный такой специфический запах. Данное удобрение получается концентрированным. Перед внесением в почву необходимо разбавить водой. Если вы подготавливаете почву к дальнейшим посадкам, на земле ещё ничего нету, то разбавлять нужно 1 к 10. Либо можно... Я сделал так, что выливал сразу. Вот в таком виде, как мы сейчас слили. Если же уже растут какие-либо растения, и вы под корень как бы... Ну, поливаете их, да, этим удобрением, то необходимо разбавить 1 к 50. Давайте разберёмся, чем так хороши эти удобрения. Зёрна растений в процессе брожения обычно частично или полностью разлагаются. Как минимум, разлагается их оболочка, поэтому они теряют схожесть. То есть шлам биогазовой установки уже не может быть источником сорняков после внесения в почву. Яйца гельминтов тоже разлагаются в процессе брожения в реакторе, поэтому выходной шлам обеззаражен. Практически все вредные для живых существ на земле бактерии аэробные. Следовательно, для их разложения и существования нужен кислород. Внутри реактора созданы анаэробные условия, поэтому все другие бактерии гибнут и служат пищей для анаэробных бактерий. Попросту говоря, те бактерии, которые участвуют в процессе брожения внутри реактора биогазовой установки, съедают любую органику, которая попадает в реактор. Поэтому и разлагаются все живые организмы, изначально присутствующие в субстрате, а в шлам попадают только те бактерии, которые участвуют в процессе анаэробного брожения. Бактерии эти не представляют вреда для птиц и животных в обычных природных условиях, потому что обычно живут с ними в симбиозе, находясь в кишечном тракте этих птиц и животных. В выходной шлам биогазовой установки состоит из воды, неорганических нерастворимых веществ, неорганических растворимых солей, среди которых преобладают соли, содержащие азот, фосфор, калий, частично разложенных органических соединений, среди которых есть такие полезные вещества, как гуминовые кислоты, фульвокислоты, различные витамины и бактерии, которые обеспечивали, в принципе, процесс брожения. Все эти составляющие, из-за исключения нерастворимых неорганических веществ при внесении в почву, обеспечивают питание для растений, ускоряют их рост, улучшают их сопротивляемость к болезням. Растворимые неорганические соли – это фактически те же минеральные удобрения, только полученные природным, органическим путем, а не синтезированные искусственно. Но эти соли физически связаны остатками органических веществ, имеющих коллоидную структуру, как кисель. Поэтому они не вымываются из почвы первым же дождем, а задерживаются в ней. Гуминовые фульвокислоты в сочетании с остатками органических веществ превращают и дают право называть почву, в которую они внесены гумусом. Витамины действуют на рост растений как биологически активные добавки. То есть растения существенно быстрее и полнее усваивают минеральные растворимые соли, содержащих азот, фосфор, калий и другие нужные для роста растений элементы. Бактерии, участвовавшие в процессе анаэробного брожения внутри реактора биогазовой установки, будущим несенными в почву, продолжают работать. Самое интересное. Хотя и менее интенсивно, чем в реакторе, но тем не менее продолжают работать. В глубине почвы для них обеспечиваются более-менее анаэробные условия, то есть слабый доступ кислорода у них там происходит. Бактерии, во-первых, продолжают разлагать другие болезнетворные бактерии, а во-вторых, разлагают имеющиеся в почве органику, вырабатывая питательные минеральные соли для растений. Этот процесс называют азотификацией. Это означает, что бактерии захватывают атомы азота и не только из окружающей среды, где они находились в виде непригодном для усвоения растениями, и вставляют минеральные соединения солей азота, ну и другие минеральные соли. То есть, внося эти бактерии в почву, мы вносим кормильцев, которые преобразуют несъедобные для растений элементы почвы и воздуха в съедобные, тем самым регулярно питая растения. Из-за таких свойств оздоровления, создания и поддержания почвенного слоя, шлам биогазовой установки часто называют биогумусом. Особенно часто это название применяют для отсепарированного шлама, то есть отжатого до влажности 75%. Такой отжатый шлам по внешнему виду уже сам по себе напоминает слой плодородной почвы. В процессе анаэробного угрожения не происходит потери азота из исходного сырья, а азот является основным строительным материалом для клеток. Органическое сырье, переработанное аэробным способом, аэробным, то есть как компостные кучи, когда мы делаем, практически все остальные способы, в общем, кроме брожения в биогазовой установке, обязательно потеряют азот в виде испарения аммиака, поэтому его всегда понадобится больше. Минеральные соли в шламе не вымываются сильно из почвы и поэтому более полно усваиваются растениями. Растения ведь не мгновенно поглощают питательные вещества, а лишь по мере своего роста. Кроме того, при избыточной концентрации питательных солей в почве, растения втягивают их внутрь себя вместе с влагой, но не успевают преобразовать их в органику. И эти соли находятся в растворенном виде в воде внутри растений, а растения состоят из воды в среднем на 70%. Отсюда и получаются продукты земледелия с повышенным содержанием нитратов, которые можно ими отравиться при употреблении в пищу. Поэтому минеральные удобрения всегда дозируются с разумным избытком. Подача питательных минеральных солей в шлама дозируется автоматически, что обусловлено коллоидными свойствами шлама, он как кисель, а также постепенной выработкой таких солей бактериями, внесенными в почву из шлама. Методы внесения шлама в почву бывают различные. В зависимости от его влажности и типа выращиваемой культуры, если шлам берется в исходном виде, так как он вышел из реактора биогазовой установки, то его обычно разбавляют водой в пропорции 1 к 10, 1 к 50. Ну 1 к 10 это, если вы будете поливать, допустим, под корень растущего уже растения, и 1 к 50, если вы будете поливать уже под корень растущего уже растения, и 1 к 10 это перед подготовкой к посадке почвы. А затем вносят эти, после того как разбавили, вносят методом полива. Твердая фракция или биогумус вносится методом разбрасывания, точно так же, как вносится перепревший навоз. Это удобрение также повышает очень сильно урожайность. Если сравнивать его с какими-либо другими удобрениями, например, с компостными кучами, то разница составляет где-то до 50% примерно по урожайнице. Удобрение действительно эффективное, мы уже не раз им пользовались. И скажу, там, где мы его использовали, действительно урожайность высокая, хорошая. Вот недавно мы сажали синенькие баклажаны, очень хорошо взошло все. Такие плотные стебли, листья огромные, просто такие деревья повырастали, очень много было баклажан. Я считаю, это заслуга напрямую связана с этим удобрением, так как неподалеку, где я этого не ел, намного хуже происходило выращивание различных культур. Вот. Ну и сейчас я буду полностью сливать эту емкость. Удобрение это сейчас я разобью по нашему огороду. И надеюсь, в следующем году получить еще больше урожай, чего, собственно, и вам желаю. До встречи, пока!